Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в студии АЛЛАТРА ТВ с нами уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Жанна. Здравствуйте. Игорь Владимирович. Здравствуйте. Климатический хаос — именно так учёные описывают будущее нашей планеты, то, что ожидает нас климатом, и понимают под этим прежде всего непредсказуемое поведение климата. Но если посмотреть фактом в лицо и посмотреть, что на сегодняшний день происходит, какая ситуация климатическая по всему миру, то ты понимаешь, что для каких-то регионов этот климатический хаос наступил уже сегодня, для кого-то это уже являются реалиями сегодняшнего дня. И интересно, что в ООН говорят нам о том, что катаклизмы и катастрофы климатические уже происходят еженедельно. И, в принципе, это понимают и видят и люди, которые однажды просто выходят на улицу и видят, что происходит у них прямо под носом, что происходит у них за окном. И говорят об этом и сами же синоптики, которые просто не понимают, откуда внезапно вырываются, как из ящика Пандоры, все вот эти климатические аномалии, все эти катастрофические явления. И сегодня мы входим, скажем, в новое десятилетие 2020-е годы. И возникает у людей вопрос, а чего же нам ожидать от этого нового десятилетия, и каким будет наше будущее в нём? Знаешь, хороший вопрос. Какое будет наше будущее? И знаете, что интересно? И вот достопримечательно, я бы сказал, что сейчас к этому относятся уже серьёзно. Вот когда ты это рассказывала, я вспомнил то, как мы начинали двигаться в этом направлении и начинали людям рассказывать о том, что люди… Смотрите, что будет в ближайшем будущем. Грядут серьёзные климатические катаклизмы, изменения. Климат изменится настолько, что это в первую очередь скажется на экономике, потом это скажется на жизни всех нас, не просто в экономическом плане, а на привычной нашей жизни, что народы начнут сдвигаться, что будет миграция, а потом мы придём к ситуации, которую уже разрешить будет невозможно. Я помню, как мы начинали, как мы создавали первые прецеденты, когда мы рассказывали об этом людям, когда вышел доклад наш. И я помню, как нас со всех сторон клевали, можно сказать, ругали, обзывали, оскорбляли те, кто сейчас об этом рассказывает. Интересно меняется ситуация, да? А мы говорили, что пройдёт немножко времени. Вот сегодня пройдёт, наступит завтра, и вы это всё увидите. Вот пришло завтра, и люди это увидят. Просто если раньше взывали к этим вопросам людей, к тому, чтобы они оглянулись и посмотрели, что происходит, то сейчас они уже сами ищут в принципе, а что происходит с тем, что меняется… Что произойдёт. Сейчас уже ищут пути и решения. И слава Богу, что наш труд, скажем, не прошёл напрасно, мы создавали прецеденты, мы очень многих учёных поднимали, многие боялись рассказывать правду. Сейчас видите, как все заговорили? И это уже, скажем так, они говорят свободно, не боясь о своей репутации. А помните, как буквально недавно, когда мы обращались к ним, они говорили, что вы, что обо мне подумают, как я могу такое сказать? И тем не менее, что мы наблюдаем сегодня? Опять продолжают говорить о том, что климатические вот эти все изменения — это следствие атропогенного фактора, что в этом виноваты люди. И предлагают что? Бороться. Бороться, да. Вот это ключевое. И вот мне интересно, а как же ж они собираются бороться? Одеялами ледники накрывать? Или как? Ну вот сейчас мы знаем, что в Нью-Йорке, в принципе, предлагают и стены строить от… Ну стены строить они хотят для того, чтобы спасти Нью-Йорк. Ближайшие 25 лет. Да. Ну и как-то они так далеко ушли на 25 лет. Да, конечно. Ближайшие 25 лет построить, кто будет через 25 лет строить эти стены, и кому они будут нужны в Нью-Йорке? Простой вопрос. Интересно всё меняется и происходит. Время, оно течёт очень быстро, и изменения всегда грядут катастрофически, гораздо быстрее, чем людям бы этого хотелось. Ну и я вернусь опять-таки к тому вопросу, что бороться нужно с климатическими вот этими изменениями, нужно остановить их — это невозможно. Приспособиться и внести какие-то изменения мы можем, сохранить человечество мы можем, но остановить вот эти все изменения, которые уже произошли, а они за собой влекут целый ряд других изменений — это нереально уже. Опять-таки люди повлияли сильно на экологию, спора нет, на климат. Человечество практически не повлияло. Это цикличность, и об этом знают многие учёные. Слава Богу, многие уже говорят и говорят открыто, и обсуждается эта тема. И вот видите, руководитель Соединённых Штатов напрочь отвергает. А почему он напрочь отвергает антропогенный факт? Потому что знает, что это далеко не так. И почему они должны терпеть колоссальные экономические убытки вследствие того, что кто-то придумал, что это антропогенный факт? Мы же знаем, что были по этому поводу и серьёзные изучения, и доказательств так никто и не предоставил, что это всё происходит вследствие того, что человек мешался. И сейчас мы можем уже открыто об этом говорить. А скоро заговорят об этом открыто все. И все заговорят о том, что изменить ничего мы не можем, и надо что-то делать. А вот простой вопрос — а что делать? Вот у людей проявляется даже какая-то апатия. Но раз ничего нельзя изменить, ну то есть если ты не можешь изменить… Если это какая-то цикл личности. …повлияет на климат, то вообще что же делать? Да. Стоит ли что-то делать, и опускаются руки. А что нужно делать? Просто какая роль отводится людям во всём этом? А вот можно я расскажу? Я вот расскажу, что нужно сейчас делать. Ну конечно, меня никто не послушает, и делать этого не будут. Так же, как и тогда, когда мы предупреждали об этом. Но тем не менее я расскажу, что нужно делать. На уровне государств нужно делать в данном случае — это искать места наиболее благоприятные вследствие всех этих изменений, и строить там новые города, новые заводы, новые фермы для производства продуктов питания. Это то, что необходимо делать сейчас. Потому что наступит завтра, а когда завтра наступит, мы столкнёмся с миграцией миллиардов людей. И для того, чтобы это всё было планово и правильно, строить уже нужно не точно сейчас, а вчера надо было начинать строить, потому что времени не так уж много. А представьте, отстроить города для переселения огромных масс людей, наладить и запустить производство, заводы и всё остальное для того, чтобы эти массы могли обслуживаться, хотя бы самым необходимым — продукты питания, одежда и всё остальное. Ведь это требует колоссально не только времени, но и колоссальных ресурсов, и не только денег, а и человеческих ресурсов, человека часов и всего остального. Это масса специалистов должно быть задействовано в этом. Но это крайне необходимо сейчас, иначе будет большая беда. Но вопрос в том, начнут ли люди это делать и заговорят за это? Заговорят, так же, как и за климат. Да? Сейчас не время и не место говорить, но когда мы предупреждали и о других факторах, не связанных с климатом, с нас тоже смеялись и тоже оскорбляли, а когда это случилось, сейчас молчат. Но все ж увидели эту правду. Так же и с этим. Так же и то, что я сказал, что это необходимо сейчас сделать. И это уровень уже не отдельно взятого государства, а уровень всего человечества. И здесь действительно надо объединяться. И вот самое интересное, что появились попытки… Мы уже сколько лет говорим о том, что человечество должно объединяться. Многие не понимают, для чего, как, что мы можем, объединившись… Многое мы можем, друзья мои. Мы можем изменить мир, мы можем спасти человечество, а можем скатиться в хаос. Но объединившись, мы действительно сможем сохранить род человеческий. По-моему, это крайне важно. Ну на мой взгляд. Правильно? Конечно. Ну сейчас вот уже на уровне ООН заговорили. Первые попытки происходят, консолидации общества в целом. Призывая людей к объединению, к тому, чтобы просто все высказали своё мнение, что нужно улучшить. Какие шаги нужно предпринимать? И для этого они… Ну конечно, как бы не живое общение идёт, а на уровне интернет-опроса… Ну как бы не… Ну это хотя бы первая попытка, первые шаги. А почему? Они боятся, боятся изменений, которые вредут. Но все же прекрасно понимают, что это неизбежно, потому что на сегодняшний день уже скрыть — это нереально. Нереально. Если до этого они как-то отговаривались, как-то пытались скрыть, сейчас это, извините, даже слепые люди. Это просто повсеместно происходит. А у нас идёт уже 2020 год, а время, знаете, бежит очень быстро, песочка остаётся всё меньше в этих часах. Ускоряется, да. Всё ускоряется. Уже даже на Всемирном экономическом форуме, который прошёл вот с 21 по 24 января этого года, уже основной темой обсуждения стал климат. Ну вот снова тем больше. То есть он уже победил насилие, победил войны и вышел на первое место. И вот мне интересно, а что победило? Разум или тот факт, который уже пришёл? Вот просто почему люди не слышат, когда им говоришь? Почему они делают то, что необходимо делать? А представьте, если хотя бы лет пять назад, ну хотя бы четыре года назад начали бы уже что-то предпринимать. Ведь мы сейчас стоим на, скажем так, на пороге огромного экономического кризиса, который сделает массу людей просто нищими, который разорит целые страны. А всё это произойдёт из-за чего? Из-за тех же климатических изменений. И это неизбежно. Что дальше? А дальше уже массовая миграция, вынужденная, озлобленных голодных людей, хорошо вооружённых, а порой и хорошо организованных. Что произойдёт с нашим миром? И неужели нет ни у кого желания решить это мирным путём? Вот мне просто задаётся вопрос. Ведь все попадут в эту мясорубку. Ну кто-то считает, что до них это не дойдёт. Дойдёт, дойдёт до всех. А в конечном счёте, если пойдёт такой вектор развития, нецивилизованный, то, извините, и климат будет развиваться соответствующий, нецивилизован. И ни один бункер никого не спасёт. Да, вот понимаете, у людей возникает вопрос, что если я не вижу у себя за окном этих катаклизмов, он видит, что разрушены дома, что уже происходят события, но за моим окном всё нормально? Возможно, просто метеорологи сгущают краски? Пугают. Пугают. Всегда аж пугают. Знаете как? Вот на протяжении тысяч лет рассказывали о конце света, дошли, уже докатились до того последнее время, что каждый год, а то и три раза в год, а то и больше уже назначают конец света. Естественно, что сознание людей адаптируется к этому и воспринимает это уже как такую страшилку, пугалку, а многие на этом просто бизнес начали делать. И всё оно так смешно и весело. А что-то сейчас я как-то не видел улыбок в даосе у этих ребят, да? Да, да. Как-то они не сильно улыбались и не сопротивлялись, и не рассказывали, что это сказки. Почему? Потому что они считать умеют. Собрались как раз те, кто делает погоду в мире. Я имею в виду в экономическом мире. И они уже сидят и подсчитывают свои убытки, потому что прекрасно понимают, что придётся расстаться с огромными капиталами. Ну это ж так. Да. Ну так это всего лишь деньги. А завтра им придётся расстаться с гораздо большим, привычным образом жизни, а потом, извините, и с тем, что называют жизнь. Ну разве не так? Так. И что? Так будем сидеть, философствовать, обсуждать, придумывать, давайте делать сборы какие-то, бороться с климатом, выбрасывать поменьше ЦО. Мы лучше потеряем сейчас немножко, но потом сохраним. А что не сохранят? Из-за того, что человечество прекратит использовать углеводороды, ничего уже не изменится. То есть мы дополнительно создадим в себе ещё проблемы. Мы перестанем использовать привычные для нас виды энергии, которые нам сейчас крайне необходимы, и якобы мы что-то остановим. Что мы сможем остановить? Простой вопрос для умных людей — ничего. Потому что это цепная реакция, которую не остановишь уже, а прогрессию никто не отменял. Если глянуть то, о чём мы говорили ещё, Бог знает когда, и почему-то это не учитывалось, всё будет развиваться в данной цикличности с огромной скоростью, с сумасшедшей прогрессией. И это происходит. Сейчас нам тоже попалась статья, что в конце этого столетия возможно поднимется уровень Мирового океана на метр. Ребята, дай Бог, чтобы в конце этого столетия остался хоть какой-то, скажем так… Островок Жизни. Островок Жизни на этой планете. Это было бы прекрасно. Да, сами учёные, они утверждают о том, что сейчас времена неясности, времена того, что вообще непонятно, что происходит, чего ожидать. Уже описывают точки невозврата климатических изменений. То есть есть определённые изменения, которые уже не вернут вспять ситуацию. Это невозможно. Да, это невозможно. То есть уже идёт только на нарастание. И всё больше утверждений того, что они как бы нарастают с геометрической прогрессией, и остановить это всё сложнее и сложнее. И в этих условиях, самое главное, уже даже сами учёные призывают к тому, что нужно быть прежде всего человеком, нужно объединяться и искать вот этих вот… Конечно, а по-другому не получится. Что в отдельности… Если люди не объединятся, это будет погибель человечества в буквальном смысле слова. Другого нет пути. И опять-таки, ребята, это не пугалка. Нам тогда говорили, что мы пугаем людей, сейчас говорят, что мы используем модные темы. Ребята, для нас это не модная тема, и мы никого не пугаем. Мы говорим о фактах, которые сбываются. Мы сегодня говорим о том, что происходит завтра. И вот очень важно, чтобы, конечно, это объединение шло от людей. А как же? Мы понимаем, что учёные уже бьют тревогу, мы видим, что отдельные политики об этом говорят. Но сознание многим людям рассказывает, «Ну это же уже было, вот примерно так тепло было в 1925 году», или подобное наводнение ещё в каком-то году. Но они не учитывают, конечно, тот факт, что в этом хаосе заключается, то, что, во-первых, непредсказуемо и идёт нарастание. Нет, можно я вставлю? Да. Они говорят о тех случаях, которые были… Единичные. Единичные случаи. Да, сейчас идёт нарастание. А сейчас системность. Да. Разница между единичными случаями и системностью огромная. Конечно, были моменты потепления, было ещё что-то. Но человечество за всю свою историю, оно сталкивается впервые с тем, к чему мы идём. Это первый опыт у данного человечества. И вопрос, сохранится ли наша цивилизация или нет. Это в действительности, знаете, как… Я скажу по-простонародному, это такая проверка на вшивость или проверка на человечность, скажем по-другому. Достойны ли мы существовать или нет, по-другому не скажешь. И вот что интересно, вот даже климатические такие катастрофы, которые случились в прошлом году… Ну вот мы взяли, например, в соседний регион России, там целая череда была катастроф и наводнений, и пожаров. И там люди, вот когда случилась беда, они сами объединялись в какие-то общества, создавали спасательные дружины, оповещали, вывозили соседей, спасали имущество людей. Но это уже была беда, и они уже принимали решение, вот как бы тушили пожар. И слава Богу, что они хоть и организовывались так, но ведь можно же это всё хотя бы предусмотреть, для чего допускать именно, чтобы беда пришла в дом. Для того, чтобы потом объединиться. Конечно, чтобы потом объединиться. И вот вы сейчас затронули регион Россию, но на сегодняшний день всё идёт в основном из России. Почему? Поясню. Самое большое повышение температуры происходит на территории России в два-два с половиной раза быстрее, чем по всему миру. Это катастрофа. А если мы возьмём, что будет происходить дальше, это, извините, вечная мерзлота и всё остальное, выбросы после разморозки вечной мерзлоты, которые произойдут, они ускорят ещё больше. То есть прогрессия ускорится ещё быстрее, и это уже не за горами. Что мы видим там, где была вечная мерзлота? Там уже болото. Там уже болото. И многое другое. Но самое интересное другое — как работает сознание людей. Вот мы сейчас задели, что в России происходят самые быстрые климатические вот эти изменения на территории России. Но о чём говорят те же политики? Единично. Но они говорят, что это Соединённые Штаты использовали какое-то оружие… Конспирологи, да. …климатическое направленное против России. Давайте вспомним, что было пару лет назад, да и позапрошлом году, на территории Соединённых Штатов Америки. Этот год был более благоприятен для них. Но говорили о чём? Что Россия использует против них какое-то оружие. Но это же уводило людей от более широкого взгляда, целостного взгляда на то, что происходит. Ведь гораздо проще кому-то, кого-то обвинить. Почему? Потому что если бы в действительности Россия против Америки использовала, или Америка против России использовала, или, скажем так, какая-то третья страна использовала против них двоих, то это было бы великолепно. Почему? Они сегодня использовали, завтра не используют, да? И всё оно налаживается. А на самом деле всё гораздо хуже. На самом деле это всё происходит как раз не по воле людей. И я бы сказал, что многие люди даже приветствуют, да, что идёт повышение температуры. Серят здорово, зимы нет, не надо там свитера носить, зимние вещи доставать… Великолепно, да. Те же россияне сказали, что у них откроются новые пути, где не смогут зарабатывать льды и уйдут. Левропейская земля, зима наступила. Да, бизнес ланадец. То есть всё замечательно. Они не понимают последствий, потому что уже понятно, что нет снега, значит, нет весной талой воды. Нет талой воды — уровень рек упадёт. Уровень рек упадёт — рыба пропадёт, рыба пропадёт и, возможно, будет из-за особо… Экосистема нарушается. Да, это будет в сельскохозяйстве. А что мы наблюдали, извините, в этом году? Насколько действительно катастрофически понизен уровень воды в реках, в озёрах, в реках? Это происходит, извините, по всему миру практически, несмотря на то, что где-то заливают, где-то там в Дубае плавали не так давно и тому подобное. То есть где-то чересчур много воды, а где-то её нет. Но все наблюдают практически по всему миру, что уровень воды уменьшается. Это физика. Воды очень много находится под землёй, не меньше, чем сверху. Но считают почему-то ту воду, которая находится на поверхности. И для того, чтобы, значит, произошло такое наводнение, как вот библейское его называют, должны потаять льды и поднимется уровень. Ребят, а никого не насторожило, что куда-то исчезает вода. И почему? Хотя льды тают. Ну льды тают. Должно быть… Вода уходит на оборот. Конечно. Целые реки уходит и чувствуется. О том, что Земля дышит, говорили испокон веков, что она имеет свойство слегка расширяться, а потом сужаться. Это один из этапов, опять-таки, вот этих климатических изменений. Это говорит о том, что проблема происходит внутри самой планеты. И это беда довольно серьёзная. И раз она уменьшается, вода уходит в Землю, то скоро она выйдет оттуда, в гораздо больших объёмах. Знаете, когда цунами надвигается, перед цунами вода отходит от берега в океане, отходит ненамного, но заходит потом гораздо дальше, чем отошла. Ну вот приблизительно с этим мы сталкиваемся. И знаете, что самое печальное ещё? Я бы сказал, самая большая катастрофа, она происходит в головах людей по всему миру. Потому что многие задумывались и многие ловили себя на мысли о том, что это человечество должно быть уничтожено. И многие внутренне с этим согласны. И вот это парадокс. И многие даже утверждают то, что человечество должно быть уничтожено. И никто не задумывается, откуда у них такая уверенность и такая мысль в голове. И никто не думает, каковы последствия таких мыслей. А это правда, многие-многие об этом думают. Я бы сказал так, практически всем приходила эта мысль, с которой они соглашались. Это тоже символизирует то, что нас… Это один из показателей, основных показателей конца света. Если раньше, когда пугалки проходили, то люди… Да, некоторые пугались, некоторые ещё что-то, но у всех была уверенность завтрашнего дня. Сегодня уверенности завтрашнего дня практически нет у людей. Но есть понимание того, что эта цивилизация должна закончить и закончить плохо. Это установки в голове. Это программа, которая начинает действовать. Она действует как во внешнем мире, так она действует и во внутреннем мире практически каждого человека. И тяжело преломить это всё. И в таких условиях смогут люди взяться за руки и всем миром начинать заботиться друг о друге. Не о себе, а друг о друге. А это необходимый факт. То невозможно. Вот и ответ. Парадоксально, что порой и о себе позаботиться не могут, потому что удивляли в заголовках… И не получится позаботиться о себе, если мы не будем заботиться друг о друге. В данном конкретном случае, когда вопрос идёт о глобальности, когда вопрос идёт о выживании человечества в целом и о тех изменениях, которые мы можем ещё сегодня привнести, чтоб в нас было завтра, ни у кого не получится позаботиться о себе. По-другому оно работает. В данном случае мы должны заботиться друг о друге. Мы должны примирить свою гордыню, повернуться лицом к Богу. И если мы этого не сделаем, вот скажут опять там сектанство. Нет, ребята, это не сектанство, это необходимость. Поверьте, очень скоро все убедятся, что Бог существует. Ну да. Потому что люди, кто на сознании, они даже понимая неизбежность катастроф, они пытаются, я не знаю, там вооружиться, какие-то запасы создать, там огородиться от всех, как будто в одиночку они смогут выжить. Конечно. А что они смогут? А как они могут выжить, если изменится мир? Конечно. Я скажу больше. Но Марс выжил? Нет. А почему должна планета эта выжить, если не выжила? Планета, которая была в более благоприятных условиях, и она была богаче и лучше. Ну сейчас ни у кого сомнений нет, что там была вода, что там была жизнь, что там была цивилизация. Слишком много доказательств этого. Ну и где он? Ведь ни одна планета была в этой Солнечной системе. За Фаэтон я молчу, ладно, но планета Земля, она есть. История её гораздо длиннее, масса артефактов это доказывает. На сегодняшний день тоже это. Любому любопытному человеку, скажем так, можно найти массу доказательств, что не сто тысяч лет, как мы появились, а миллионы лет назад были люди, было человечество и были цивилизации не менее развитые, чем сейчас. Слишком много артефактов, которые не сотрёшь. И доказательства этого масса. И слава Богу, многие учёные начинают об этом говорить, несмотря на то, что сама система сопротивлялась очень сильно этому. И, извините, научные круги очень сильно этому сопротивлялись. Говорят, а где же доказательства этому? А сами все артефакты прятали и изгоняли тех из своих рядов учёных, так сказать, кто пытался хоть что-то говорить и говорить правду, когда люди сталкивались, находили этому массу подтверждений. Ну слава Богу, они всё уничтожили, масса всего есть, не будем повторяться. Но факт-то есть, факт. Ну вот программа негативная, она есть, да, действительно. И учёные, многие говорят, озвучивают, что это и кара Божия, и действительно можно… Это не Божья кара ни в коем случае. Да. Господь никогда никого не наказывает, и это действительно так. Это мы сами себе создаём эти условия. Ну можно же эту программу изменить? Ведь это же в силах людей… Мы всё равно столкнёмся с большой бедой. Вопрос может стоять сейчас в другом. Можно ли избежать катастрофы для всего нашего человечества? Можно. Можно ли спасти человечество? Можно. А совсем недавно вопрос стоял как раз так, как ставили вы. И мы его подымали. Разве мы не подымали это? Разве мы об этом не говорили? Что, ребята, можно ещё многое изменить, и нужно всего лишь малость. В действительности малость нужна. И мы можем остановить, и этого не будет. Нас слышали? Нет, конечно. Сейчас, да, сейчас они уже слышат, они вот даоси обсуждают. Почему? Потому что, первое, они коснулись реальности, которая к ним пришла, и они видят экономические убытки, они видят угрозу своим жизням, и они об этом заговорили. Жизнь заставили. Так что с человечеством надо поступать так, ставить на грань перед выбором? Или ты умрёшь, или ты выживешь? Разве это путь, путь разумного человека? Простой вопрос. Но почему не слышат по-мирному? Сейчас да, вот отвечая на ваш вопрос, мы можем ещё что-то сделать. И вот как в начале передачи я сказал, что для этого нужно объединиться. Это уже уровень не столько правительств и не столько государств, как всего человечества. Потому что место, где можно создать, ну скажем так, такой ковчег для всего человечества, где бы хватило места всем, и построить Эдем, скажем, в современном понимании, не так уж много. Но это реально. Но для этого нужна воля всех людей. По-другому ничего не сделаешь. Но ещё мы можем много. Вопрос в другом, сделаем мы это или нет? Попытаемся. Мы-то понятно, что будем пытаться, несмотря на все сопротивления и оскорбления со стороны человеческого сознания, скажем так. Но в конечном счёте опять же к этому придут, опять прибегут и начнут кричать, а давайте делать, когда уже будет поздно. Ну что, не так? И вот в этом беда. Парадоксально, что какое сознание отводит роль людям. Вот недавнее событие — это пожары в Австралии, да? И действительно, это то, что впечатлило очень многих людей по всему миру. И они, в принципе, почувствовали, что надо как-то действовать, им надо что-то предпринимать. Но опять же какие-то действия, куча известных людей с огромной аудиторией своей поднимают волну того, что давайте… Вот такая ситуация произошла в Австралии, давайте сбросимся по одному доллару на питание коали или кенгуру. И вот это понимание того, что… В принципе, очень лёгкое такое решение. Но как система уводит, ну скажем, к другой цели вообще, направляет… Это у меня простой вопрос. Пока мы будем собирать по одному доллару на то, чтобы спасти какую-то коалу, но при этом забывать о людях, мы будем отводить наше внимание от той цели, основной цели спасания друг друга и переводить его на спасание каких-то животных. Всё, что происходит, будет ускоряться и усиливаться. Вот вам ответ. Вот хороший вопрос ты подняла. Да, я понимаю, коалу мне тоже жалко, но мне гораздо более жаль, чем людей, которые погибли, которые остались без ничего и тому подобное. Каала — это зверь, это всего, это ничто. А человек, он что-то значит в этом мире, потому что он может достичь гораздо большего того, чего не дано ни одному животному. Он может стать частью Мира Духовного. И утрата пусть даже не Ангела, скажем так, а того, кто может им стать, гораздо тяжелее, чем утрата всех зверей. Ну такое вот. Ну у меня, может быть, я думаю по-другому, не знаю. У меня другие ценности. Я тоже хотела привести пример, который, скажем, поразил. Пример того, до чего дошло потребительское общество. Опять же та же Австралия, когда в сводках новостей встречается информация о том, что люди погибли, потому что они не решились оставить своё имущество. То есть люди находятся лицом к лицу со стихией, да? То есть она уже не то что, ну как бы где-то надвигается, она у них перед носом. Есть шанс на спасение, пускай даже там тело и… Но жадность победила. И в потребительском обществе побеждает, ну как бы жадность… Это насколько запредельно мы зашли за эту грань, грань потребления, доминирования в нашем сознании материальных ценностей, что не превышает инстинкт самосохранения. И мне кажется, что в нормальном обществе как раз это бы послужило причиной для того, чтобы изменить наше общество, для того, чтобы мы начали ценить человеческую жизнь гораздо выше, и свою в первую очередь, гораздо выше, чем всё материальное в этом мире. Ну разве не так? И вот альтернатива потребительскому обществу — это вот как созидательное общество. И сейчас многие люди ищут пути решения, и как его можно создать, как его можно описать, как его можно донести до людей. Потому что если спросить, в общем-то, большинство населения, вот довольны ли они тем обществом, в котором мы живём, и всё равно скажут, да, что нет, недовольны, что в любом случае что-то идёт не так. Вот даже если некоторые не могут его описать словами, они это чувствуют, что общество устроено, и не то чтобы даже справедливо или несправедливо, но оно не даёт полноты и ощущения жизни. Оно паразитическое, оно направлено на эксплуатацию друг друга, потребительское. Да, многие даже приводят пример. Ну есть благополучные страны, например, там Северной Европе, Дания, Швеция, Швейцария, в конце концов, где достаточно высокий уровень жизни, бесплатное образование, бесплатная медицина на высоком уровне. Но, тем не менее, опять счастливы ли люди там? Да, там есть спокойствие, там есть вот… Я бы сказал, ну это моё мнение, что некая даже скука, вот если так можно сказать, но счастья вот нет. И я даже сталкивался с такими вещами, которые тоже очень характерны современному человечеству, что когда человек в какой-то беде, или он там, например, не знаю, на улице может лежать, вот пройдут мимо. Почему? Они скажут, ну это же его выбор. Вот он выбрал, он лежит, да, и не подойдут, не помогут. А ведь это тоже очень важно. И мало ли что может случиться с человеком. И опять же, может быть, его выбор, но его выбор неправильный. Да, вот ведь очень ценная, ведь именно жизнь человеческая. Ведь всё равно спасти, дать ему шанс, ведь это очень важно. А в западном обществе, даже в таких вот благополучных странах, оно всё преподносится примерно таким образом. Ну вот он же выбрал там, он же сам пошёл в поход и вот попал там в беду. Ну чего его спасать? Это же был его выбор там, в поход идти. Или вот он до такой жизни дошёл, он же сам… Сам виноват. Он же сам там решил пить и опустился там до улицы. Чего ему помогать? Да, это его выбор. Но это же тоже убирает человеческие отношения. Это переводится всё-таки в отношения каких-то вот всё-таки животного мира, да. Где вот каждый сильнейший, где плевать на… На слабого. На слабого, да. И это тоже говорит о том, что нету благополучия даже в тех искусственно, так скажем, выгодных благополучных странах. Вот я даже такой пример приведу. Вот буквально у меня командировка была во Франции, тоже беседовал. Ну там семья, у них свой бизнес, брат, сестра, отец. Ну и мы беседуем, как вот жизнь, как вообще во Франции нравится. Они говорят, да, хорошо, у нас там действительно медицина высокая, образование там бесплатное или какая-то стоит там совсем небольших денег. Вот нам в целом нравится. Я говорю, хорошо, а почему же тогда у вас вышли жёлтые эти жилеты, и это было массовое выступление? И вот они говорят, мы не знаем, да, вот всё равно что-то не так. Вот мы понимаем, что что-то не в этом. Они могут обсудить, например, там политика, да, вот нравится ли им этот политик по сравнению с прошлым, что он как бы лучше, хуже. Но они тоже понимают, что вот нету… нету счастья. Вот не то, что даже там какого-то там, может быть, комфорта какого-то лишнего, но вот нет этого счастья. Ну а счастье, оно не может мериться каким-то комфортом или уровнем достатка. Счастье — это не материальная составляющая. А пока, извините, у нас доминируют материальные ценности, люди всегда будут недовольны, всегда будут протестующие, всегда будут несогласны. Самое главное — это духовная составляющая, человеческие, ну в высшем понимании человеческие ценности. Вот когда они доминируют в обществе, тогда будет всё хорошо. А у нас, конечно, приоритеты должны быть духовные или хотя бы высокоморальные. Да, получается, что как потребительское общество вытесняло человеческие качества, которые делают человека человеком, а, соответственно, его и счастливым, и радостным, и любящим. То есть человек почему не радуется? Потому что он забыл, что такое радость, когда ты приносишь пользу другому человеку, когда ты приносишь обществу пользу, когда ты вообще как бы не прожигаешь жизнь, зря, а живёшь, реально живёшь. И у тебя радость только от того, что ты можешь послужить кому-то, что ты можешь для кого-то прожить. Это очень важный момент, который сейчас тоже подняли, про то, что действительно ведь цивилизованность воспринимается в современном обществе, это как наращивание каких-то экономических показателей, что у нас цивилизованные страны. Вы знаете, я бы вывел такую формулу. Потребительский строй — это общество для меня, созидательный — это я для общества. И вот если не изменится вот эта парадигма, то ничего не произойдёт. И даже вот, возвращаясь к климату, в данной ситуации, могут ли люди объединиться, что-то сделать? Мы уже сказали, да, могут, ещё есть шансы, надо делать. Но пока мы не научимся думать «я для общества, а не общество для меня», ничего не произойдёт, ничего не поменяется. Да, жизнь заставляет, ситуация заставляет людей немножко по-другому думать, менять. Ну вот я же говорю, мы начинали пытаться до людей донести, сделали очень много, доносили, но люди не слышали. Жизнь заставила, заговорили вот и до оси, и везде, и вот, и кругом уже и об объединении заговорили. Но это же всё далеко не то и неправильно. Маловато. Люди должны это всё, и не из-под палки. Вот тогда будет правильно. А если из-под палки они начнут объединяться, стоя на краю обрыва, возьмутся за руки и прыгнут вместе что-нибудь? Разве в этом смысл человечества? За руки надо брыться гораздо раньше, когда вас только толкают до обрыва, чтобы вместе удержаться и не прийти к нему. А потом уже поздно что-то решать. И кто виноват? Опять-таки вот Бог не допустит. А при чём здесь Бог, если это выбор людей, выбор общества? Он здесь ни при чём. Бог дал Жизнь, возможность обрести Жизнь вечную. Разве не так? Так. А как мы это использовали? Что мы сделали с этим шансом? Мы забыли за это и начали служить кому? Тому, кто даёт Жизнь здесь. То есть у нас другой царь, другой Бог, общество в целом. И результат соответствующий. Переложили ответственность, безусловно, и на политиках, и на учёных… На дьявола, да? …на в принципе… Скажем проще. Мы переложили ответственность за своё духовное развитие на сатану и надеемся, что всё будет хорошо. Не смешно? Мне нет. Это правда. И вы знаете, вот честно говоря, мне радостно от того, что сейчас очень много людей в «АЛЛАТРА» по всему миру понимают это, стоят на правильной позиции, пытаются донести до людей, помочь людям. Вот элементарные понимания, элементарные знания. Но, честно говоря, с другой стороны, мне жалко, что люди тратят свои силы на то, чтобы не быть услышанными. Вот просто жалко. Да. Но это даёт им личный духовный рост, и это благоприятно, это хорошо. Если мы не можем спасти всё человечество, то хотя бы спасём себя. Мы не сможем, говорит, сохранить цивилизацию, но мы обретём жизнь. Это тоже хорошо. Но попытаться нужно. Это самый крайний случай. Конечно, нужно и важно. Мы должны делать всё, что от нас зависит, и всё, что мы можем, всё, что в наших силах. Всё равно информация идёт, и мы видим, что сегодня её подхватывают и всё больше подхватывают. Конечно. В мире появляются уже учёные, настоящие учёные, которые не боятся говорить правду, да, про… Жизнь заставила. Они начали появляться тогда и открыто говорить эту правду, когда, извини, уже всё произошло. Не всё, начало. Но все видят, что это цикличность. И все видят, что это происходит. И все уже понимают прекрасно, а уж тем более учёные, что это только начало большой беды. И здесь они уже взвешивают, а что мне терять? До пенсии всё равно не доживут. Можно уже разговаривать. А вспомните, как мы их уговаривали буквально, о, четыре-пять лет назад открыть свой рот и заявить об этом. Ведь они же понимали уже это. Мы им доказывали. Они это видели. На фактах, извините, уже с позиции их науки мы это доказывали. Сколько подняло из них, скажем, флаг и выступили? Тишина, да? Не помните? Я тоже не помню. Кто встал открыто рядом с нами и сказал. Но зато с нами говорили одно, а извините, за нами на другие камеры, они нас критиковали, обзывали сектантами и шизофрениками. Не было такого? Был. И сейчас эти же люди с больших трибун заявляют о том, о чём мы их предупреждали пять лет назад. Разве не так? Просто видно, как результат вот этой трусости когда-то сейчас олукнулся. Но если бы они этого не понимали тогда, понимаете, не было бы… Это не обида, нет. Это банальная справедливость, это банальный уровень измерения человечности. А из-за этого уровня, в соответствии с ним, идёт и наказание. Разве несправедливо? Абсолютно справедливо, когда человек видит, может, и он понимает, что в его положении, с его статусом он может заявить и открыть рот очень многим людям, создать прецедент и доказать. Мы, не имеющие отношения к их специальности, мы не климатологи, да? Мы люди разных профессий, но мы собрались, мы понимаем, мы это изучали, мы это знаем. Мы видели и наблюдали, скажем так. Мы знали, что будет, и мы об этом говорили. И они с нами соглашались, потому что видели, и мы им это доказывали. Но открыть рот боялись, потому что гораздо важнее, скажем, их статус. Они боялись потерять уважение своих коллег. Ну и как, друзья мои, потеряли? Обрели, да? Вас сейчас уважают. Вы же опять впереди планеты всей рассказываете о той беде, которая к нам пришла и грядёт. А чего ж вы тогда молчали? А вот и правда жизни, и об этом стоит думать. И кто они после этого? И можно ли надеяться на таких людей, на такое общество? А ведь мы их наделяем чем? Мы их наделяем статусом, мы их выделяем, мы на них равняемся. Ведь это ж великие учёные, это лидеры нашего мира. Разве не так? И вот, ребята, вам ответ, кто такие лидеры эти. И ждать от них каких-то решений, когда они, извините, абсолютно безграмотные, не видели нас сантиметр вперёд, а мы говорим о километрах, то что от них ждать? Сейчас — да, конечно, потому что вот оно, оно уже не спрячешь. Так будем ждать, когда нас столкнут на обрыв, да, и нам останется всего лишь один шаг, и тогда мы начнём браться за руки, начнём строить города, спасаться. Только городов там уже негде будет строить, потому что всё развивается в соответствии с нашим обществом. Интересно, что сейчас сознание многих, безусловно, осудило этих учёных, но посмотреть на себя… Своё осуждать надо. Ребят, не надо осуждать. Они такие же люди, как и вы, абсолютно такие же. Я в общем констатирую факт и привожу их в пример не для осуждения их. Они знают свою ошибку, и многие уже отзванивались в том, что глаза стыдно посмотреть, поэтому звонили. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что это у каждого, это оценка общества в целом. Вот в чём вопрос, а не кого-то принизить или кого-то возвысить. Как они обязаны. Все принижения, возвышения здесь, знаете, это всё смешно. Я скажу так. Знаете, кто впереди планеты всей? Тот, кто Живой. Тому бояться нечего. И вот это самая высшая оценка. Это смысл существования человека — здесь обрести Жизнь. И если человек её обрёл, то ему бояться нечего. Разве не так? Да. Так. И вот это самое важное. Потому что когда ты ценишь Жизнь в себе, ты ценишь её в другом человеке. Совершенно правильно. И тогда ты будешь пытаться спасти людей, а не коал, если у тебя есть выбор. Но если ты спас людей, то можно и коал позаботиться, они симпатичные зверюшки, чихуашек тоже надо спасать. Они заслужили это. Да. Ну что, нет? Да. В сознании тоже чётко зафиксировалась какая-то старая такая картина мира. Многие думают, что вообще климатическая ситуация на планете такая, как на уроках географии там изучали — субтропический, экваториальный, тропический, умеренный поезд. Но всё действительно настолько быстро меняется, уже даже береговые линии меняются. Да всё меняется. И в каждой полосе то, что раньше было таким мастодонтным, непоколебимым, сейчас в каждой стране происходят эти изменения. Знаешь, с чём очень беда? Беда в том, что люди ждут, что даже если что-то и будет происходить, оно будет происходить крайне медленно. Ребята, а как же ж вам уроки истории, да, вот библейский потом? Да. Ведь это ж не шутки. И те, кто изучал эту тему с позиции науки и серьёзно изучал, они видят, что и горы были затоплены, и всё остальное. А как же, чтобы на части появилось столько воды? Это чтобы взяли все ледники, потаяли или что? Как? И километры воды набежали? Ну мы говорили, что Земля дышит, она впитывает воду, а сжимаясь её отдаёт. А это происходит мгновенно, в одну ночь может произойти. Так уже было просто на планете. Я вспомнила, что в Германии ведь, знаете, на раскопке, где это было цунами, высокая, больше километра, которая… Это не называют цунами, потому что не знают, откуда взялась вода. А вода взялась, и следов очень много везде и кругом. Просто врать не надо людям. Опять мы возвращаемся к тем, кто это знает. Но молчи, потому что репутация своя гораздо дороже. Пусть, да, человечество погибнет. Ну не сегодня же, да? Да, погибнет завтра там. Пять, десять лет, двадцать, сто лет. Так какая разница? Ну ещё же пять лет даже, да? Пять лет я буду авторитетным учёным или посмешищем для других? Ну, ребят, ну и что? Ну мы были посмешищем и остаёмся сейчас посмешищем для других. На нас это как-то повлияло. Мы что, похудели или что-то, или поправились, если не хотели? Знаете, я скажу проще. Собаки всегда лают на людей, пусть лают. Если вы собака, вас это заденет. Вы же понимаете тогда их несобачий язык, и вас задевает, да? Что сказала одна собака на вас? Я не знаю собачьего языка. И мне глубоко наплевать, что она лает, хвалит меня или ругает. Мне гораздо важнее, чтобы рядом со мной были люди, и чтобы мы могли с ними что-то сделать. Вот это важно. Просто сейчас ещё вот эта вот недооценка идёт. Это проблема очень большая того, что люди не понимают своей значимости именно для общества. Конечно. Того, что вот… Что я могу, да? Да, что я могу. Я простой человек, а что я могу? Я простой человек, я могу. А общество из кого состоит? Из простых людей, из таких, как мы. И любой из нас — это часть общества. И без этого простого человека общество неполноценно. Что он может? Всё может. Вы когда-то приводили пример про клеточки одного организма. Совершенно правильно. То есть если там будет недостача клеточек, то и организм не будет функционировать. Конечно. То есть это механизм. Давай заберём вот клеточки от сердца или из печени. Это полноценный организм? Нет, конечно. Плохо, когда они больные, клеточки. Ну больные можно лечить, но когда их нет, уже лечить нечего. Так и общество. Общество без одного единого человека, оно неполноценно. И вот в этом важность. Ну всё же зависит от людей. Да, пора реально взрослеть, потому что сознание подсовывает модель такую ребяческую какую-то, как в детском саду. Тебя повестят там, тебя вместе взявшие за руки и выведут там в какое-то безопасное место или так далее. Один хороший человек сказал, «Вся беда нашего общества в том, что оно инфантильное». Каждый из нас по отдельности взятый давно повзрослел, а общество так и осталось с детства. И что-то в этом есть. Как повзрослеть всему обществу, если каждый в отдельности-то повзрослел? Та беда в том, что каждый в отдельности не повзрослел. Это всего лишь болтовня. Если заглянуть во внутрь каждого — детство, глупость, извините, желание животных, что и у обезьянки твоего человека, основные доминирующие, куда вкладывают внимание, чем живёт? Сплошной эгоизм и ненависть правды. Разве не так? Даже сейчас на нас волна негатива идёт. Почему? Надо это есть. Каждый, безусловно, заботится о себе. Вы тоже поднимали эту тему, да, что некоторые радуются… Правда, глаза ковят. Да. Ну извините, с этой правдой придётся жить. Долго-недолго вам решать, но жить придётся. Больно слышать, что люди радуются, что вот у меня будет хорошо, для меня там климатические изменения, для нашего государства аукнутся как-то с позитивной стороны. А там вот те… Два раза в год будем картошку выращивать. Да. И вот больно, что не воспринимается общество как целая единица. Понимаете, если бы беда была лишь в том, что будет теплее становиться, то это не беда. Да, для многих это всё хорошо. И разве это беда в том, что где-то потеплеет, а где-то похолодает? Ну перераспределилось, те, кто любит тепло, переехали туда, где тепло, те, кто любит снег, переехали туда, где снег. Беда в хаосе и в разрушении. Ведь эти изменения ведут к разрушению и к уничтожению. И об этом многие знают. Вот где беда. И разрушение — ладно бы, если бы экономики. Знаете, можно разрушить полностью всю экономику мировую, а потом взяться и все вместе её восстановить, и большой беды не будет. Мы люди, выживем, если захотим. Но вопрос же ж не разрушения экономики, вопрос разрушения планеты. Знаете, что самое смешное? История, она всегда повторяется. Когда-то, скажем, и на других планетах, и в других цивилизациях, кто-то пытался что-то сделать, так же рассказывал, и в конечном счёте мы видим, красные планеты абсолютно пустые. Почему? А на них была Жизнь. Потому что кто-то говорит, а кто-то не слышит. А тот, кто слышит, говорит, да меня это не касается. Или опять болтают. Бездействуют, не поддерживают волну. Абсолютно правильно. Банальное бездействие. Вот враг человеческий что он делает? Обездвиживает. А это самое страшное, что может быть. Человек понимает, чувствует, знает правду, но бездействует. Вот это и есть служение тому, кому не надо. А человек всегда служит. Верующий, атеист, не имеет значения. Любой человек он служит, или Богу, или дьяволу. Третьего не дано. Когда многие служат дьяволу, то зачем такой мир Богу? Сами же выбираем и сами его делаем. Всё просто. И неважно, верит человек Бога или нет. Важно, если Бог не верит в человечество. Вот тут уже беда. Тогда происходит то, что происходит. А как мы уже сказали, в сознаниях многих людей такая справедливость проскочила, что этому миру пора бы уже и закончиться, что цивилизация заслужила уничтожение. Хорошие мысли у вас, друзья, в головах, справедливые по отношению к себе. Но себя почему-то не включают. Да вот работа сознания не есть. В мир разрушиться — это справедливо, а вот что я умру — это пострадаю. Вот это несправедливо. Эгоизм и недальная видность. Ну что сделаешь? Факты те, которые есть. Но можно ещё что-то? Ещё можно. Если бы ничего нельзя было сделать, мы бы не старались уже, ничего бы не делали, правильно? Не тратили бы своё время, силы, средства на вас, друзья мои, пытаясь вам что-то доказать. А многие вот из наших настоящих друзей вместе с нами бы не занимались тем, чем занимаемся мы сейчас. Правильно? Конечно. Да, мы бы отдыхали, наслаждались, пока у нас тепло, получали удовольствие от жизни. Пусть не долго, но удовольствие. Ну то есть всё ещё зависит от нас. То есть ещё есть шанс, ещё мы можем всё поправить, мы простые люди… Всё нет, но что-то можем. Ну что-то, да, хотя бы… Многое можем, скажем так. Да. Что мы можем? Мы можем очень много, не всё. Потому что есть вещи, которые уже необратимы. Всё мы не изменим. Но мы можем отстроить гораздо лучше, чем было. И вот это тоже правда. Мы можем сделать мир гораздо прекраснее, чем он был. Ну или есть ещё пока. Извините, спешу. С выводами. Очень нравится то, что Вы сказали, что в каждом дне и в каждой минуте каждый человек проходит вот этот экзамен на человечность какой-то внутренний. И, скажем, за ним выбор, каким образом распорядиться и своей жизнью. И действительно, это же не только его жизнь. Это… Не каждый понимает, что за ним жизнь… Ответственность, конечно. …миллионов людей. Вот это не понимают люди. То есть каждый из нас ответственен за общество в целом. Поэтому, друзья мои, давайте жить достойно, жить с ответственностью, любить и уважать друг друга. И жить так, чтоб не было стыдно нам перед обществом, и чтоб общество могло гордиться тем, что мы с ним. Спасибо большое. Извините за правду.